Потому что, когда я говорю с другими, которые работают сейчас с Колковой, они говорят, что им нравится Виксельберг, им нравится, как он работает с инвесторами, какие-то условия, которые мы предоставляем по новому закону, мы его приняли, вы знаете, которые касаются по Сколковому, со всеми тарифами, особыми методами налогообложения и так далее, мы полагаем, у нас много скептиков в отношении Сколковой, и многие жалуются, что есть уже существующие инновационные центры в России, и Россия должна инвестировать в существующие центры, а не строить новые. Но идея была создать что-то совершенно новое, что покажет пример того, как вести дела по-новому с западными партнерами в сотрудничестве, с новыми инновационными компаниями, это наша амбиция. Поэтому, если вы можете точно нам сказать, каким путем вы считаете, наша работа не является транспорентной, мы будем вам признательны. Виктор Виксельберг работает со всеми инвесторами, и мне понравилось, что молодежь скорее будет работать в Сколково, а не в Сбербанке. Это хорошо звучит, но и Сбербанк старается инновации внедрять. Мы не хотим, чтобы Сколково поглотил землю, государственные средства, и затем деньги будут распределены, и это будет еще один проект строительства. Мы тут занимаемся строительством недвижимости, мы разрабатываем ноу-хау, инновационный бизнес, и то, как это связано с реальной правительством. Вот Сан-Франциско, торговая палата. Вы на первом ряду здесь. Прежде всего, я хотел бы поздравить руководство России в отношении того, что они являются такими транспарентными в отношении откровенных вопросов. Вы хотите услышать реакцию? Раньше такой реакции не было. Я думаю, что вы готовились уже несколько десятилетий к такому переломному моменту. Никто из нас несовершенен. Мы смотрим на переходный период в Китае, в Индии. Там гораздо больше времени потребовалось для этого. Мы будем инвестировать миллиард долларов. Мы работаем с Виктором и другими. Это будет что? Сложно? Да, конечно, будет сложно. Это никогда не делалось в таких масштабах. Я согласен с тем, что главный лучший актив в России – это люди, интеллектуальные способности. И мы будем инвестировать в исследования и разработки 100 миллионов долларов венчурного капитала. Мы посмотрим, что работает, и сосредоточим на это внимание. Если вы хотите, чтобы знать, как руководство работает, то посмотрите, насколько они открыты. Это возможно для нового начала. Давайте оставим прошлое позади. Давайте говорить о том, как мы можем вместе работать над мононизацией России и преодолеть этот ужасный кризис. Все мы с вами, и мы делаем инвестиции. Я хочу, чтобы такой диалог продолжался. Мы хорошо знаем друг друга. Это вопрос к вам, Игорь. Вы показали прекрасные фильмы, замечательные люди. Те, кто меня не знает, я наиболее крупный портфельный инвестор в России. 4,5 миллиарда долларов инвестировал в Россию. Я инвестировал в Ряде. Компании в России столкнулся с коррупцией. Пожаловался. И как результат этого меня выгнали из страны. Моя виза была аннулирована по причине национальной безопасности. После этого полиция совершила налет на мою контору. В Москве захватили корпоративные документы. Мы узнали, что мы больше не владеем нашей корпорацией. и наша компания была зарегистрирована. Мы знали ряд юристов для представления, чтобы представить. Они увидели, что не только наши документы были украдены, но и 200 миллионов долларов налогов были украдены. Но мы жалобу подали. И один из наших юристов был арестован, подвергнут пыткам и убит. Министерство внутренних дел. Когда президент объявил об расследовании людей, которые убили моего юриста. А затем их повысили по службе. И мой вопрос к вам, Игорь. Что предотвратит Пепси, вот, например, что помешает им столкнуться с таким же, с такой судьбой, как моя компания? Прежде всего, я должен признать, что мы имеем две стороны медали. У нас есть люди, которые очень успешны и заработали много денег в России. И есть неуспешные попытки, люди, которые потеряли деньги. И вы упомянули, что люди погибли и так далее. Мы знаем очень хорошо об этом деле. Вы упомянули продвижение по службе людей, которые занимались этим. Я этого не знаю, но знаю, что реакция моего президента была немедленная. 20 человек были уволены немедленно после смерти Магнитского. 20 человек подверглись расследованию в Министерстве внутренних дел. Поэтому не тот случай, когда все забыли на следующий день. Президент дал указания властям лично. Он настаивал, он хотел, чтобы это дело было как можно более транспарентным. К сожалению, я не знаю результатов, когда уголовная процедура будет закончена. И когда материалы будут переданы в суд. Я не знаю, когда это произойдет. Но год тому назад это было очень громкое дело. И я думаю, что президент Медведев лично принимал участие в этом вопросе. Для того, чтобы попытаться найти истину. Но ваш вопрос относительно будущего, а не прошлого. Прошлое очень важно. Не всегда счастливое прошлое. Но в будущем надо сконцентрировать внимание на позитивных конденциях, которые имеются в нашей стране. Доверять людям, с которыми вы работаете. Разные люди есть, конечно, в России. И они работают в разных учреждениях и ведомствах. У вас есть премьер-министр, который лидер Единой России. И региональные власти. И все мы хотим изменить Россию. И мы... Я не могу... Все мы даже не можем изменить все за один день. Но мы должны работать в этом направлении. Если вы задаете вопрос, видите ли вы изменения, я думаю, что вы должны будете признать, что страна меняется в позитивном плане. Многое надо изменить. Очень многое нам не нравится. Многими вещами мы не можем согласиться, что не касается нашего будущего, но мы должны обеспечить изменения. В этом моя задача. Если каждый день и каждый год можем сказать, что мы предоставили российскому народу это, это мы предоставили внутренним и внешним инвесторам, ситуация меняется, верховенство закона улучшается. Не совершенно, но лучше. То я думаю, что я справляюсь с своей работой. Если нет, если все вы думаете, что все, кто приехал в мою страну и знают нашу страну, потому что некоторые говорят об этом, даже не посетив нашу страну, но все были в стране и инвестировал в стране, если вы оглянетесь на 99-98 годы и 2000 годы, когда Путин стал президентом. И на теперешнее положение очень хорошее выступление было президента Медведева. Я думаю, что огромная была проделана работа, и мы упорно стремимся к преобразованию страны со всеми трудностями, что-то новое. Мы говорили о территории, о людских ресурсах. Я думаю, что мы уникальная страна во всех отношениях. Проблема в том, что мы все эти уникальные черты не превратили в уникальную модель. Вот почему нам надо всем работать, со всеми староучастниками. Одни мы не можем это сделать. Нам нужны партнерства с Пепсико, Алсом и другими странами. И тогда мы сможем создать что-то новое. Проблема для нас. Наше заседание – это немедленные шаги, которые позволят нам это сделать. И многие из нас считают, что для достижения дальнейшего развития модернизации надо разработать новый способ того, как сделать роль государства, включая государственное имущество, не то, чтобы сократить это. Сейчас это слишком большая доля. Для того, чтобы расти, для того, чтобы развивать страну, нам надо сократить государственную собственность. и научиться управлять по-иному. Как управлять корпорациями, городскими властями, региональными властями, федеральными органами. Для того, чтобы сделать это, мы будем привлекать новое поколение менеджеров. Но мы отлично понимаем, что надо делать. У нас очень четкая повестка дня. И для того, чтобы сделать это, мы должны работать каждый день. И то, что вы сказали, то, что вы сказали, я очень сожалею об этом. Но для того, чтобы обеспечить лучшее будущее, мой ответ будет, нам надо будет работать вместе в очень тесном сотрудничестве. И как только мы научимся сотрудничать, мы избежали... Удастся нам избежать таких ситуаций в будущем. Три вопроса. Три вопроса. Десять, пожалуйста. Николай, глава Микрософта в России. Николай, глава Микрософта в России. Мы очень рады, что работаем хорошо в России и инвестируем в проект Сколково. Я с Виксельбергом. Очень хорошо. Но даже слушая выступающих, у меня следующий вывод. Компании, которые глубоко работают в России, они понимают все положительные стороны и ведут хороший бизнес, даже по сравнению с Китаем. Все инвестируют в Китай, но денег особых не зарабатывают. Но здесь все чувствуют себя хорошо. Транспарентность все-таки ограничена. Поэтому я хочу вернуться к этому вопросу. В содействии России есть исключения. И здесь несколько исключений. Есть несколько неотрицательных историй. А много положительных. Как изменить это? Как содействовать это? Для того, чтобы все международное сообщество знало о России, что это сильная страна БРИКС, в которую можно инвестировать? Вот это, Наш, Заня Георгиевич. Большой вопрос? Вы спросили, что может Россия сделать для того, чтобы содействовать? Здесь можно сделать. Компания, которая такая, как наша мужа, 50 лет. Как вы это ни назовете, БРИКС, Россия принимает конференцию за повлечение капитала. Демография работает против России. У вас люди рассматривают это как холодную страну. Мы говорим о корпоративном управлении. Поэтому было бы полезным, если бы Россия провела какую-то кампанию, которая говорила бы не только о населении России, что это ворота как бы с СНГ в центральную Европу. Позитивных аспектах по корпоративному управлению, если бы было видимое доказательство изменений, мы видим много позитивных изменений. Если сделать это более видимым, это помогло бы. Продолжение следует...